МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Аналитики отмечают, что беспрецедентных ограничений не хватит для реанимации банковской системы. А переговоры с Россией о привлечении дополнительного финансирования провалились. За ситуацией вокруг Кипра следит мой коллега Владимир Унанянц. Кипр должен до понедельника собрать около 6 миллиардов евро. Это условие получения дополнительного финансирования в размере 10 миллиардов со стороны европейских кредиторов. Ранее тройка предлагала достать деньги путем введения специального налога на депозиты. Проект спровоцировал кризис финансовой системы острова и масштабные социальные протесты. А парламент провалил его большинством голосов. Мы продолжим обсуждать условия для оказания финансовой помощи Кипру. Никосия не может требовать от тройки кредиторов, чтобы все оставалось так, как есть. Я не могу сказать, когда мы придем к соглашению. Моя жена тоже интересуется, буду ли я дома в это воскресенье. Тем временем западная пресса говорит о том, что Евросоюз может проиграть борьбу за Кипр России. Издание Financial Times обращает внимание на то, что российский премьер Дмитрий Медведев, говоря о кипрском кризисе, настаивает. Решение должно быть найдено с участием всех заинтересованных сторон, в том числе и российских структур. Мы не закрыли двери, мы не сказали, что мы не будем больше ничего обсуждать, ничего не хотим слышать, потому что Кипр – это просто государство, член Евросоюза. Отстаньте от нас. Действительно, у нас есть там вполне понятные экономические интересы. Кипрские власти проинформировали европейские институты о наличии альтернативных решений. Я пока не ознакомился с их содержанием. Мы должны внимательно изучить предложения, и если они совместимы с обязательствами стран-членов Еврозоны, то мы готовы их обсудить. Наблюдатели отмечают, закулистая борьба продолжается. Россия обвиняет Евросоюз в том, что тот не провел с ней консультации о плане экстренной финансовой помощи Кипру. Брюссель, в свою очередь, возмущен громогласной критикой этого плана со стороны Москвы, что, видимо, и подстегнуло кипрских парламентариев отказаться от него. Гнев простых киприотов в связи с планами конфисковать часть их сбережений привел к поискам нового спасителя – России. Пока переговоры провалились, и неизвестно, какие именно условия для их возобновления выдвинет Кремль. Но некоторые политологи не исключают – скорее всего, Москве удастся получить военно-морскую базу, а также доступ к огромным газовым месторождениям в прибрежных водах Кипра. Николя Саркази подозревают в незаконном получении денег на проведение предвыборной кампании. Экс-президенту Франции предъявили обвинение по так называемому делу Бетанкур. По версии следствия, богатейшая женщина страны, совладельца парфюмерной кампании Лориаль Лилиан Бетанкур, в 2007 году финансировала кампанию Саркази, причем в обход закона. Экс-главе Пятой Республики в частности вменяют в вину получение 150 тысяч евро, в то время как размер пожертвований не может превышать 4600 евро. Кроме того, следствие отмечает, что деньги были получены от 90-летней Бетанкур, которая находилась в состоянии деменции, приобретенного слабоумия. Если вина политика будет доказана, ему грозит тюремное заключение или крупный штраф. Николя Саркази сохраняет боевой дух, но в то же время считает возмутительным решение о начале расследования. Это несправедливое и непоследовательное с юридической точки зрения решение. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с трехдневным государственным визитом в Москву. В Кремле состоялась официальная церемония встречи китайского лидера с президентом России Владимиром Путиным. После этого начались первые переговоры глав государств. Это первая зарубежная поездка Си Цзиньпина в качестве председателя КНР. В Пекине подчеркивают тот факт, что спустя всего неделю после избрания глава государства отправился в Россию, свидетельствует об особом характере отношений между двумя странами. После переговоров в Москве Си Цзиньпин намерен посетить Танзанию, Конго и ЮАР, где состоится саммит БРИКС. Благодарна вам за то, что вы приняли решение о свой первый заграничный визит совершить именно в нашу страну. Это наглядно показывает, какое большое внимание Китай и Россия уделяют строительству отношений друг к другу. Барак Обама посетил национальный мемориал Холокоста Яд-Вашем в Иерусалиме. Он прибыл сюда в сопровождении президента Израиля Шимона Переса и премьер-министра Бениамина Нетаньягу. В зале памяти глава Белого дома возложил венок к вечному огню и заявил, Яд-Вашем воплощает в себе призыв противостоять нетерпимости и расизму и является символом надежды. На третий день своего визита в Израиль американский лидер также посетил могилы экс-премьера Израиля Ицхака Рабина и Теодора Герцля, основателя движения за создание еврейского государства. На могилу Рабина глава Белого дома положил камень, который привез с могилы Мартина Лютера Кинга. Жителей Тель-Авива ждет жара в 5000 градусов. Такая информация появилась на странице метеорологических прогнозов телекомпании BBC, которую взломали хакеры. Киберпреступники, назвавшие себя членами сирийской электронной армии, не ограничились прогнозом для Тель-Авива и объявили о надвигающемся на Хайфу цунами, предложив при этом жителям города срочно эвакуироваться в Польшу. В Ливане, по версии хакеров, ожидаются хаотические перемены погоды, пока правительство отдаляется от Млечного Пути. А вот прогноз погоды по Саудовской Аравии отсутствует в связи со столкновением метеостанции с верблюдом. Сейчас коротко о других международных новостях. На Синае похищены туристы из Израиля и Норвегии. По другим данным, среди заложников есть и гражданин Бельгии. Вооруженные бедуины, захватившие туристов, требуют от власти Египта освободить из тюрьмы их родственников, обвиненных в контрабанде. В Мьянме толпа буддистов сожгла три мечети и разгромила несколько магазинов, принадлежащих мусульманам. Погибли по меньшей мере 10 человек. Более 100 получили ранения. Поводом для беспорядков стал спор в одной из ювелирных лавок между продавцом-мусульманином и покупателем-буддистом. Шотландия определилась с датой референдума о независимости от Великобритании. Он пройдет 18 сентября 2014 года. Об этом заявил первый министр автономии Алекс Салмант, представляя на рассмотрение парламента законопроект о препятствите. И это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Я прощаюсь с вами до завтра всего. Вам самого доброго.